Алло, приём, здравствуйте, с вами Става Кейн, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на датапак, который добавляет целых 8 новых мечей, и каждый из которых связан с какой-то стихией. Например, у нас есть меч воздуха, у нас есть меч земли, меч огня и так далее, и у этих мечей реально очень интересные способности. Ну а также, я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, и вы поддержите его вашим пальцем вверх, рандомный комментарий. Перед началом у нас залетает от Кирилла Сыч, который пишет, сходу лайки и подписота, дамы и господнища. Спасибо тебе большое, Кирилл, за чудесный комментоз, ну а мы приступаем. Ну что ж, я думаю, мы начнём с самых слабых мечей, и первый, который мы будем крафтить, это у нас меч воды. Водяной меч, который делается с помощью двух ведер воды и одной палки. В принципе, вы, наверное, уже предполагаете, как он будет крафтиться, вы кладёте два ведра воды, вот таким образом получаете книгу, а вот и не книга, это у нас водяной меч. Ну и, кстати, сделал сегодняшний датапак чувак под ником Джон Пол Инсо, это тот же самый пацан, который сделал сюрикены Кирки и сюрикены Мечика, которые мы недавно смотрели. Поэтому что ж, друзья, что же делает водяной меч? Во-первых, когда мы берём его в руки, мы сразу же можем обратить внимание на то, что вокруг нас летает какая-то дичь, друзья. Но это необычная дичь, это у нас частицы воды, которые обозначают тот факт, что мы теперь владеем стихией воды. Но это ещё не всё, потому что также вы можете заметить, мне даётся морская сила. Как только я убираю меч из руки, вы можете видеть, она пропадает. Только только я его беру, у нас есть морская сила, то есть мы можем дышать под водой, мы это проверять не будем, вы все прекрасно знаете, как работает морская сила. Ну и теперь давайте проверим урон, потому что урон не такой уж и маленький, друзья, боже мой. Корова аж просто отлетела, друзья. Но давайте мы всё-таки проверим этот меч на железном големе, посмотрим, сколько ударов понадобится, чтобы убить железного голема с помощью этого меча. Потому что, как я и сказал, меч довольно-таки мощный, хотя здесь мы не видим, сколько урона, к сожалению. Но давайте посмотрим. Ну, ударов так 8, вы можете видеть, и я быстро убил железного голема. Давайте, ну тогда, раз уж здесь у нас есть вот такой пруд с водой, мы залезем в воду, и вы можете видеть то, что как только я держу этот меч в руке, у меня пузырьки не убавляются. Сижу и дышу себе тут под водой, но как только я его убираю из руки, то всё, мы начинаем немножко задыхаться. Полезный меч это, в принципе, всё, что он делает. Стихия воды, в принципе, не такая уж и супер полезная, супер сильная. Вода это вода, ну а мы идём дальше. Итак, следующий меч, на который мы посмотрим, это у нас огненный меч, который делается с помощью двух огненных зарядов. Ну, это логично. Мы получаем вот такой фаер-свор, друзья. Что же он делает? Ну, во-первых, вы можете заметить то, что как только я беру в руку этот меч, я получаю защиту 2 и защиту от огня. То есть я могу спокойно плавать в лаве, не гореть и так далее. Но это ещё не всё, друзья, потому что если вы держите этот меч в руке и подойдёте к любому мобу, то они начинают гореть автоматически. Я получил халявную приготовленную курицу. То есть в радиусе 2 или 3 блока от нас, все мобы, которые к нам будут подходить, они начнут гореть. Ну и также вы можете видеть прикольные огненные частицы, которые летают вокруг нас, и это довольно-таки прикольно. То есть таким образом можно даже и не сражаться с некоторыми мобами, даже не бить их мечом, потому что вы можете просто их сплавить. Давайте мы проверим это, например, на пауке, хотя уже ночь, но мы сейчас делаем день. Всё равно давайте мы сагрим на себя этих пауков. Молодец, Канело, сагришь пауков в креативе, вот теперь другое дело. И вы можете видеть то, что я могу просто вот так вот бегать, и они будут спокойно себе гореть. Я даже, я даже их не атакую. Спокойно себе чилю и просто отбегаю, чилю отбегаю и так далее. Но опять же урон всё-таки довольно-таки мощный. Поэтому давайте мы сделаем день и заспавним одного железного голема. Конечно же, да кто меня? Ну как отстань от меня? Не трогай меня! Что тебе нужно? Что тебе нужно? Так, давайте проверим. Раз удар, два удар, три удар. Окей, получил немножко по лицу. Давайте всё-таки в креатив зайдём. Четыре удар, пять удар и шесть удар. И семь удар. Окей, семь ударов по железному голему. Это довольно-таки неплохо. И в принципе это всё, что добавляет этот меч. Он сильный, он поджигает, он вас защищает от огня. И в принципе он именно это и должен делать. Поэтому мы идём дальше. Итак, что ж, третий меч, на который мы посмотрим сегодня. Называется у нас Lightning Sword. То есть это у нас молниеносный меч. И вы, наверное, уже догадываетесь, что он будет делать. Но прежде обратите внимание то, что мы получаем скорость 2 и защиту 4. Это довольно-таки круто. Наверное, это один из моих самых любимых мечей в этом моде. Потому что, блин, как же я обожаю скорость в Minecraft. Но, конечно же, это ещё не всё. Потому что теперь, когда мы атакуем враждебных мобов, на которые нас хотят атаковать и убить, мы будем спавнить молнию, которая спавнится прямо на них. И это, конечно, довольно-таки круто. Но прикол в том, что мы также получаем урон от этой молнии. То есть нужно быть реально очень осторожным. Потому что в любой момент я могу умереть. Но мы можем теперь призывать молнию. Это работает на левую кнопку мыши. Вы просто атакуете и вы убиваете... Ну, а точнее спавните молнию. К сожалению. Или не к сожалению. Я просто не знаю почему. Но когда вы атакуете обычных невраждебных мобов, это не работает. Хотя, возможно, это и плюс. Потому что зачем вам бить молнией всех подряд? Только врагов. Но, и да, друзья, вот такой вот у нас меч. В принципе, это все, что он добавляет. Довольно-таки прикольный. Мы идем дальше. Следующий меч, на который мы посмотрим, это у нас земляной меч. Для которого вам понадобится земля с травой. И мы получаем вот такой Earth Sword. И, ребята, наверное, это мой самый любимый меч в этом датапаке. И сейчас вам объясню почему. Во-первых, когда мы его держим, конечно же, мы получаем какие-то эффекты. В этом случае силу и резистанс. А точнее защиту 8, друзья. Но самое интересное происходит тогда, когда мы пытаемся кого-либо атаковать. Потому что, как вы можете видеть, после каждого нашего удара мы станем всех мобов, которые находятся вблизи того моба, которого мы ударили. И спавнится вот такая вот непонятная горка из земли. Сосулька перевернутая непонятная, которая просто замораживает этих врагов на несколько секунд. И они не могут двигаться. Причем это работает не только на одного, как я и сказал, а на всех мобов, которые стоят рядом. И именно поэтому мне так нравится этот меч, потому что как же мне нравится вот этот вот кусок земли, который спавнится. Он реально очень круто сделан. И, ребята, это датапак. И когда в датапаках такие вещи делают, это реально заслуживает похвалы. Поэтому, да, ребята, вот такой вот у нас земляной меч. Довольно-таки крутой. Очень мощный. Вы можете видеть. И давайте, кстати, конечно же, мы сделаем тест на железном големе. Мы посмотрим, сколько ударов понадобится, чтобы его убить. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ударов. Семь ударов довольно-таки круто. Ну, потому что у нас также добавляется сила. Поэтому, ес, друзья. Погнали дальше. Ну, а следующий меч, который мы сегодня скрафтим, это у нас меч воздуха. Воздушный меч, который, блин, да тоже очень крутой, друзья. Я не могу, на самом деле, выбрать, какой мой самый любимый. Хотя, все-таки, наверное, земляной. Но посмотрите, что происходит. Во-первых, нам дается скорость 5. О май гад. Это моя любимая. Но также джамбуст 2 и замедленное падение. То есть, теперь мы передвигаемся с бешеной скоростью. С реально большущей скоростью. И мы прыгаем высоко. И также у нас замедленное падение. То есть, мы можем спокойно спрыгивать с гигантских высот. И нам ничего за это не будет. Но что же будет происходить, когда мы атакуем враждебных врагов? Вы можете видеть то, что на обычных мобов это не работает. Которые умирают с одного удара. Они просто умирают. Но если я сейчас понаспавлю здесь хусков. И мы попробуем их убить. И посмотрите, что происходит. Когда мы атакуем мобов, то они начинают взлетать в воздух. И в итоге они падают. И получают урон от падения. Потому что у них нет замедленного падения. И вы можете видеть, просто в 3 вместе полетели. Алло, пацаны, спокойно. Вы чуть меня не убили. Но самое интересное то, что это работает сразу же на нескольких пацанов. Которых вы ударяете. Вы можете видеть. Взлетели, упали, получили урон. Замечательно, друзья. Реально очень прикольная штука. И мне нравятся частицы. Частицы воздуха, которые летают вокруг нас. Сам меч по себе довольно-таки прикольный. Кстати, я даже никак не прокомментировал сам вид мечей. И опять же, наверное, мой самый любимый. Это земляной меч. Потому что мне нравится, как он выглядит. Такой прикольный зеленый майкрафтовский меч. Ну, а воздушный у нас такой полупрозрачный. И реально прикольная вещь, друзья. Ну и, конечно же, какой обзор на мечи без ледяного меча. Который делается с помощью двух блоков льда. Мы получаем Ice Sword, друзья. И на самом деле, этот меч немножко похож на земляной. И сейчас я объясню почему. Но прежде вы можете видеть Jump Boost 2. Замечательно. Регенерация 4. Просто супер. Вы можете видеть. Я теперь могу прыгать на 2 блока в высоту. И также, перед тем, как мы продолжим, я сделаю день. Давайте посмотрим, что же делает этот меч. Я опять же, понаспавлю здесь этих хасков. Идите сюда, пацаны. Хуски-хаски. Хуски-хаски. Так, найс. И теперь вы можете видеть, когда их атакуют, то они замораживаются. Спавнятся блоки льда, которые через несколько секунд исчезают. Но на некоторое время этот лед их замораживает, останавливает. И плюс наносит им урон из-за того, что они задыхаются под этими блоками льда. Но самое интересное, вы можете комбинировать эти два меча. Потому что, пацаны, не умирайте. Не умирайте так быстро. Можете заметить то, что можно комбинировать эти два меча. И вообще все мечи, которые вы хотите из этого датапака. И это довольно-таки забавно. То есть я могу спавнить и лед, и землю, и лед, и землю. И очень быстро справиться с гигантской толпой противников. Это реально очень здорово. Заморозить их, замедлить, застопорить, задушить блоками и так далее. То есть реально прикольная вещь, друзья. Очень-очень полезный меч. И, кстати, обратите внимание на частицы. То есть здесь у нас частицы воды. И частицы льда летают вокруг нас. И это довольно-таки круто, друзья. Мне очень нравится, как это выглядит. Ну, а работает этот меч следующим образом. Давайте я понаспавлю здесь пацанов. И мы посмотрим, потому что этот меч дает ослепление врагам. Которое не очень хорошо работает на мобах. Но, по идее, это должно работать идеально на ваших противниках. То есть игроках. И также вы можете заметить то, что мобы теперь подсвечиваются. И мы можем видеть их через стены буквально на протяжении нескольких секунд. И это реально довольно-таки прикольная вещь. Даже если я атакую этого железа. О, боже, вы погодите. Погодите. Почему так странно-то подсвечивается? Это что сейчас было-то такое, друзья? Это что сейчас было-то? Но, да, друзья, вы можете видеть именно так работает у нас световой меч. И, в принципе, да, это все. Это все. И теперь мы переходим. Вы хотели бы сказать к последнему мечу. Потому что это восьмой. Но нет, друзья. Смотрите до конца. Потому что у нас есть кое-какой секрет. Ладно, мы делаем последний, предпоследний меч. Который у нас называется Dark Sword. То есть у нас есть световой меч. А это у нас темный меч. Где, наоборот, света нет. И на самом деле он немного похож на вот этот меч. Сейчас объясню почему. Но вы можете видеть, мне дается скорость 3. Мне дается невидимость на 5 секунд. Которую, если мы уберем меч, у нас 5 секунд все еще действует. То есть мы можем быть невидимыми в несколько секунд. Ну и также нам дается ночное видение на целых 10 секунд. Это реально офигенно. И вот такой меч. Но что же происходит, если мы атакуем врагов? На мобах это работает так же, как и световой меч. Потому что, по идее, должно даваться ослепление. Но на этих мобов это не действует. То есть на других игроков это будет действовать. Я не буду получать ослепление на несколько секунд. Но меч все равно сам по себе сильный. Вы можете видеть, я довольно-таки быстро расправился с пацанами. И да, друзья, вот такой вот у нас темный меч. Но я думаю, самое-самое время перейти. К, наверное, самому жесткому и суперкрутому секретному мечу. Потому что вы, наверное, заметили. Мы уже сделали 8 мечей. И каждый из этих мечей мы можем взять. И выкинуть на землю. И посмотрим, что получится. Мы выкидываем этот меч. Мы выкидываем молниеносный меч. Земляной меч. Это у нас ледяной меч. Водяной меч. Это у нас light sword. Dark sword. Мы выкидываем огненный меч. И вы можете видеть, мы получили меч всех стихий. Именно так. В этом мече совмещены все стихии. И все мечи, на которые мы только что смотрели. То есть мы будем получать эффекты всех этих мечей в одном. О май гад. Во-первых, у нас jump boost 2, у нас есть скорость 4, у нас защита 6, у нас есть регенерация и защита от огня. Во-первых, вы просто посмотрите, насколько быстро я передвигаюсь. И посмотрите, насколько мощно я могу фигачить всех тьмов. Вы можете видеть, спавнятся и лед, и те самые земляные сосульки, которые мгновенно разрушаются. Потому что они нам, в принципе, не нужны с таким-то мечом. И, ну, теперь, я думаю, самый важный тест. Вот здесь, мне все-таки хочется это проверить на железном големе. Ну и... Да. Один... Один удар. Один удар. И вы могли заметить, что он начал гореть, потому что у меня также есть эффект огненного меча, который начинает поджигать всех мобов, которые находятся вокруг. И это реально... Это реально офигенно, друзья, потому что, по идее... Хотя, стоп, погодите, стоп, стоп, стоп. А где моя морская сила? Я что, не могу дышать под водой? Я же... Я же положил сюда мой водяной меч. Давайте проверим. Вдруг это работает, а вдруг нет. Давайте посмотрим. Я... А, вот и не могу дышать под водой, к сожалению. Или... Нет, не могу, не могу, не могу. Но, ну, ладно. В принципе, не такая уж и проблема, потому что сам по себе меч, ну, реально, просто супер читерский. И, блин, это... Это довольно-таки прикольный датапак. Он очень круто сделан и идеально вписывается в обычный ванильный Майнкрафт. Поэтому я не вижу причины не скачать и не попробовать такой датапак у себя. Потому что мечи крафтятся очень просто. Вам не нужно ничего заучивать. Просто делайте ваши мечи. Ну, и используйте их в своих интересах. Ну, а я думаю, что на сегодня все, друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Вы поддержите его вашим пальцем вверх. Я оставлю обязательно ссылочку на скачивание. Это вот датапака. Ну, а от вас я жду там всякие такие прикольные подписки, колокольчики, комментосики и так далее. С вами был Кейн. Всем пока.